Девушки отдыхают Особый предмет гордости каждого горного охотника Добыть такой трофей – настоящие испытания Воли, силы и мастерства На востоке России обитают шесть подвидов снежного барана Горный охотник Сергей Мазуркевич После дикой, выматывающей, но результативной охоты на Камчатке Ставит перед собой сверхамбициозную цель Он добудет трофей каждого разрешенного к добыче подвида Если не ранее, то пусть уходит И все это за один охотничий сезон Нет баранов, ушли, будем искать Ну, Серега, ну, Серега Еще сразу яд Уже считал, что все не найти Сейчас уже наверняка Горная охота на охотского снежного барана Фильм второй В начале сезона Сергей летит к Охотскому морю В Магаданскую область Прошагав в поисках трофея около ста километров Он берет колымского снежного барана Зачетный! Команда немедленно прилетает в Хабаровский край Где их целью становится охотский подбит К сожалению, обстоятельства, погода и ограниченное время Не позволяют охотнику добыть достойный трофей Он летает домой ни с чем Но обещает вернуться в эти края еще раз Спустя всего неделю охотник летит на Камчатку В Карягский автономный округ Где в команде двух опытных горных охотников Добывают великолепный трофей карягского барана Далее, не теряя времени, он движется на границу С Чукотским автономным округом Где берет красивейшего барана, обитающего на Чукотке Чукотский есть! Конец охотничьего сезона близок А в списке охотника незакрытыми остаются две сложнейшие позиции Вот мы второй раз в Николаевске на Амуре летим в Охотск Прошлый раз мы были в начале августа И взяли колымского аппарата 14.00 прибытия И планируем в 15.30 вылететь уже в район охоты на вертолете Все по расписанию, даже на 15 минут раньше Прибыли в Охотск Как и обещал, Сергей возвращается в Хабаровский край В Охотске его так же, как и два месяца назад Встречает Александр Мальков, организатор охоты Быстро перекусив и переодевшись, они выдвигаются к вертолетной площадке Погрузка идет Нам предстоит перелететь где-то порядка 110 км В противоположную сторону Ежели мы были в начале августа Два месяца назад Вся команда в сборе Почти в том же составе, что и двумя месяцами ранее Только на этот раз место молодого ягра Дмитрия Займет более опытный проводник О, посмотрел я Здравствуйте Удовлетворен Спасибо Можно было бы подработать штришочки Скажите, что? Какой-то один там хлоп по верхушечке промазали Это что такое? Должно такое тоже быть Это вы имеете в виду в Испании иногда серну Да, серну Но попадает, попадает Я решил прикрыть, сказать, что не было пристрелено Чуть-чуть на это накладка Так оно и было, потому что это был новый карабин Понятно Ну что, понадеемся, что в этот раз хорошо будет Ну, будем надеяться Через 40 минут команда будет в Ареале обитания Охотского снежного барана По словам организатора, это будет первая охота за сезон в этих местах И по опыту предыдущих лет Популяция барана в это время года должна быть довольно большая Осенние пейзажи тундры за иллюминатором вертолета Кардинально отличались от летних В прошлую поездку в эти места Сергею не удалось взять охотского барана Главным образом, по причине недостатка времени В условиях подобных диких охот очень многое происходит по боли случаев Один из множества факторов, независящих от охотника, это погода Именно она обычно путает все карты Заставляя на протяжении нескольких дней безвылазно сидеть в палатке Так случилось в прошлой экспедиции Половина запланированного на охоту времени была потрачена впустую Именно поэтому на подобные экспедиции его необходимо закладывать как можно больше Местом будущего базового лагеря определили небольшую поляну, окруженную лесом Команда принялась выгружать вещи и продовольствие Рассчитанное на две недели жизни в условиях дикой природы Немного пришлось покружить, чтобы место найти для посадки Но место вселяет надежду За восемь минут вертолет был полностью разгружен Все, приземлились, здесь разобьем наш лагерь Время 16 часов 07 минут Сегодня день, вечер посвятим для того, чтобы разместиться Построить палатки, часа через два с половиной уже будет темно Погода на этой неделе, синоптики обещают Морозную, но солнечную И это хорошо Базовый лагерь находится на отметке всего 210 метров над уровнем моря Предстоящая охота принципиально будет проходить на небольших высотах В горах уже лежит свежий снег А это значит, что в поисках новых пастбищ баран будет спускаться ниже Как и в прошлую поездку, экспедиция подготовлена более чем основательно Команда располагает большим количеством провизий, новыми утепленными палатками и мощным генератором, который обеспечит зарядку электроприборов и освещение лагеря Вода есть, дрова есть Будем жить до упора Суббота, 7 октября Мороз у нас утра минус пять где-то Комфортно Первый день охоты Будем надеяться, что сегодня мы сможем выстроить стратегию и план А может и поохотиться Пологие горы в этом регионе напоминают скорее холмы В этой местности они не достигают уровня и тысячи метров Но передвижения по ним невероятно сложны совсем по другим причинам Сланник Этот невысокий стелящийся кустарник покрывает здесь все Каждая гора от подножья до самой вершины окутана труднопроходимыми зарослями Пробираясь сквозь них, нужно быть на чеку Свежий снег покрыт следами обитающего тут медведя В середине подъема предполагаемый хозяин следов был обнаружен Мощный бурый медведь уверенно двигался в направлении охотников На расстоянии около ста метров он скрылся в кустах Охотники, не обращая на него внимания, двинулись дальше И спустя минуту, учуявший их медведь выскочил из зарослей, убегая прочь Очень-очень неохотно побежал Толстый Задницу уже огромную такую наел его Ему было очень неохотно, но он бежал все равно от нас Инстинкт самосохранения его двигал в горку Около трех часов ушло на то, чтобы достичь вершины Теперь перед охотниками открылась южная, прогретая солнцем сторона Место хорошее, но может быть он лежит Да, давай поднимемся туда, так раз мы не потеряем обзор этого склона И там посмотрим Да, так раз две стороны будем наблюдать Прошли 4 километра Подъем составил 515 метров По прямой На километрах два с половиной Сейчас решили чайку попить И переварим Второй егерь Николай параллельно обследовал другие склоны По рации он сообщил, что пока так же не видит никаких следов из комок копыт Спустя 5,5 часов мы обнаружили первые признаки обитания здесь барана Это вот лежка раз, лежка два Но лежки старые, снегом уже прибиты И я так понимаю, если он здесь будет, то он как минимум две недели назад Будем искать Есть такая мысль, что снег выпал, он немного ниже спустился В сторону долины Там потеплее, зеленки побольше За несколько часов поисков охотникам не удалось найти свежих доказательств присутствия барана Те прибитые снегом следы, которые попадались им на пути Были больше похожи на следы небольших хищников Лисицы или снежного барса Но более всего смущало отсутствие свежих лежек и отходов жизнедеятельности Которые обычно являются главным показателем бараньих мест Было принято решение не тратить силы впустую и вернуться в лагерь Ночью выпал снег Теперь он лежал не только на вершинах Им было покрыто все вокруг И это существенно облегчало поиски Второй день охоты Сегодня стратегии разбились на два направления, как и вчера Правую сторону лагеря обследовали Сейчас двигаемся в сторону левую В сторону долины Так как расчет на то, что снег выпал И баран ушел в сторону океана Где меньше снега И, как и Григория, там больше растительности Которую он любит Когда-то давно в этих местах были золотые прииски Напоминанием об этом осталась старая заросшая дорога Ведущая к океану Поднимемся вверх И сверху по хребту пойдем Вездесущий стланник растянул восхождение на 4,5 часа Время от времени охотники останавливались и осматривали окружающие склоны Ни малейшего намека на присутствие рогачей В прошлую экспедицию охотники видели множество снежных баранов В основном это были либо нетрофейные молодые самцы Либо самки с ягнятами Это все мелочь Но здесь не было даже самок А еще в прошлую экспедицию Не было этих бесконечных зарослей стланника Превращающих заурядные 500-метровые восхождения В настоящий кошмар Нет здесь баранов Нету 9200 прошли 124 метра поднялись Что-то мало, кажется К сожалению за два дня Вернее полтора Я не вижу доказательства того, что здесь есть баран По крайней мере здесь в этом месте Нету продукта отхода, жизнедеятельности И нет следов Возможно это не баран, а другое животное Я иду в лагерь И буду вызывать вертолет Я уже это проходил Вертолет был на следующий день В 8.40 утра Было принято решение покинуть бесперспективное место И переместиться в сторону больших высот Выбрав подходящее место для посадки Команда приступила к разгрузке Чтобы не тратить время на восхождение Организатор предложил использовать вертолет Охотники высадились на высоте 918 метров над уровнем моря Чтобы не набирать высоту и избежать лишнего шума Бывалый пилот увел вертолет задним ходом Новое место, куда переместилась команда Оказалось весьма необычным В конце прошлого века здесь случился природный пожар Поистине колоссальных масштабов Около тысячи гектаров леса вместе с его обитателями погибло в огне Тысячи деревьев, некогда устоявших в пожаре, теперь мертвы Но настойчиво продолжают стоять Создавая пугающую и вместе с тем Завораживающую картину природного апокалипсиса Сейчас, тем не менее, жизнь здесь заметна сразу За день охотники увидели большое количество следов и множество пустующих лежек А в конце дня они наткнулись на пасущуюся самку с детенышем Завтрашний день на новом месте обещал быть плодотворным Четвертый охотничий день начался в 6 часов утра Постепенно набирая высоту, охотники продолжали наблюдать новые следы и новые лёжки В очередной раз осматривая местность, Сергей увидел лежащего барана Охотник безуспешно пытался объяснить егерю, где именно находится баран Но заметить неподвижно лежащее животное среди камней и коряк было очень сложно Сергей сам несколько раз терял его из виду Оценить трофейные качества самца в бинокль не представлялось возможным Егерь по-прежнему не видел отдыхающие животные И охотник принял решение рассмотреть толсторога в 35-кратный оптический прицел Животным оказался молодой, 7-8-летний самец снежного барана Как будто почувствовав на себе оценивающий взгляд охотника, баран встал и начал подниматься к вершине Теперь егерь отчётливо видел его и тут же отметил невыдающиеся трофейные качества Охотники выдвинулись дальше Сегодня их целью было занять самую высокую точку и оттуда осматривать местность На вершине дул сильнейший ветер Сергей вновь заметил недвижимые силуэты животных При ближайшем рассмотрении они оказались самками снежного барана В отличие от них, охотникам было очень непросто оставаться под порывами сырого, режущего ветра Здесь на вершине довольно жутковато Дует очень сильно Такой прониживший ветер, влажный, с океана Спустя около часа наблюдения охотники начали спускаться в лагерь Весь следующий день охотники безрезультатно слонялись по горам в поисках ценного трофейного экземпляра Им встречались олени Медведи Молодые самцы и самки снежного барана Но выйти на след крупного, старого, трофейного рогача так и не удавалось Цель закрыть все шесть позиций, которые Сергей поставил в начале сезона Казалось все менее выполнимой Это будет наш чай Я думаю, что мы сегодня будем принимать решение Не то, что отступать, а принимать решение Собираться домой Что-то пошло не так Во второй поездке снова перебросились в другое место Здесь есть следы, конечно Но такое ощущение, что самцов просто повыбивало Остались одни самки Знаете, как в казино Надо вовремя остановиться Вот так нахуй не тоже бывает Сегодня у нас крайний день У нас сытный завтрак Ребята ушли в горы Мы чуть попозже к ним присоединимся В крайний день охоты Сергей решил остаться в лагере Вертолет ожидался на завтрашнее утро Опыт предыдущих дней и десятки километров, пройденных по горам, не давали никакой надежды на успех Но, тем не менее, по всем законам драматургии, кульминация произошла именно в последний день охоты За полтора часа охотник и видеооператор прошли 6 километров и преодолели 700-метровый подъем Егерь Сергей, ориентируя их по рации, успешно вывел к своей позиции К этому моменту он потерял стадо из виду, и баранов предстояло найти вновь Оказалось, толстороги кормились ниже, и сейчас начали подниматься вверх Пятеро из семи отличались высочайшими трофейными качествами Толстороги уходили все дальше, поднимаясь по соседнему склону Еще минуту промедления, и они скрылись бы из виду Уникальный шанс, впервые выпавший за несколько дней, мог быть навсегда утерян Сергей занял позицию для выстрела и начал рассчитывать поправки Расстояние до баранов составляло 610 метров Непонятно, по какой причине, но пуля прошла в сантиметре под бараном Возможно, Сергей не учел минусовую температуру, и холодный выстрел отправил первую пулю ниже Другого выхода, кроме как стрелять в бегущую цель, не оставалось Второй выстрел также прошелся под копыты убегающего барана Сосредоточившись, стрелок совершил третий выстрел Есть, есть вроде попадание по звуку Произошел характерный для попадания хлопок Третий выстрел настиг цель Баран пробежал несколько метров и остановился Остальные шесть продолжали уходить Так, я вижу, вот один стоит Чуть позже остановился еще один баран Ну, Серега, ну, Серега Еще сразу яд Охотники решили, что, должно быть, этот баран тоже ранен Я не понимал, попадаю, не попадаю Полтора часа практически бегом, в гору бежали Семьсот метров подъем Сейчас уже наверняка Возможно, природное любопытство не позволяло молодому барану просто уйти Если не ранее, пусть уходит В конце концов, он ушел вслед за остальной группой Хорош, хорош Попадание в лопаточку Есть, есть, охотский Итак, достойный трофей охотского снежного барана был взят Опытному горному охотнику удалось поразить бегущую цель на дистанции 680 метров Уже потерял немного веру Усталость Это второй приезд за охотским 200 с лишним километров Прошагал Ну, вчера уже все Уже считал, что все не найти Нет баранов, ушли Зима Спасибо Спасибо, Сергей Не зря все это было Хорошо вы ее Чуть не убежали Я чувствую, что они вот они, наступая на след, а где? 82 По 82 сантиметра рога Ухват 35 Горные копытные, малоизученные и сложные для исследований объект Поэтому важная часть такого рода экспедиции – это забор генного материала у добытых животных Его последующий анализ поможет в уточнении систематики вида И позволит выявить новые появляющиеся гибриды Гуляю Спасибо Вот сейчас сработали, да, красиво Просто бегом бежать Он же у нас торопит, они уходят Мы уже на Эверест поднялись, на Эльбрус поднялись Это марафон, главный результат Итак, вторая экспедиция в Охотский край завершилась успехом В целом за две охоты было пройдено более 200 километров А суммарный подъем составил около 12 тысяч метров Это в буквальном смысле дикая и на данный момент самая сложная охота Но расслабляться еще рано Ведь в списке охотника остается еще одна, не менее сложная позиция Якутский снежный баран 40 градусов Есть-то водки Мы едим конфеты Тяжело подъем Много одежды, все мокрое уже Я нажимаю Он не стреляет Замерзло, да? Да И руки, и ноги Все замерзло В Якутии Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...